Субтитры создавал DimaTorzok А когда весь мир еще работает, мы уже идем отдыхать. И сегодня у всех нормальных людей вторник, второй день рабочей недели, а у нас так и уже третий. Ну и самое время поговорить, что случилось в нашей стране за то время, что мы с вами не виделись. Я, злой трагист Александр Ронтен, как и любой из вас, смотрю на мир со своей колокольни, или, как я уже говорил, со своей синагоги. И поэтому выбираю только те события, которые лично мне показались важными и интересными. Я говорю об этих событиях то, что я о них думаю, и делаю свои собственные выводы. А вы, разумеется, можете делать выводы свои. Напоминаю вам, чтобы вы не забывали подписываться на YouTube-каналы ИТОН ТВ и ИТОН ТВ Интера, и также на мой собственный канал «Злой трагист Александр Ронтен». Ссылки на эти каналы, как всегда, под этим видео в описании программы. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, чтобы наша программа увидела как можно больше зрителей. Итак, поехали. На прошлой неделе армейская радио Израиля Галей Цаал сообщила о том, что армия обороны Израиля получила приказ готовиться к военной атаке на Иран. Как будто бы раньше не готовились к такой атаке. В нашей стране убеждены, что для предотвращения появления у Айатол атомного оружия альтернативы военному удару нет. Только вот вопрос, на который пока ни у кого нет ответа. А сможем ли мы это сделать? Ну, нанести удар. Хвастливые заявления наших министров давайте в расчет принимать не будем. Все эти утверждения типа «типами закидаем» не стоит и шителя. В классическом вестерне «Хороший, плохой и злой» один из главных персонажей говорит замечательную фразу «Хочешь стрелять – стреляй, а не болтай». Ну, а мы пока ведем себя по принципу «держите меня семеро» в надежде на то, что американцы и европейцы будут нас уговаривать и обещать нам всяческую подмогу и защиту. Но реально, может ли наш ракетно-бомбовый удар любой доступной нам мощности повлиять на развитие ядерной программы Тегерана? Все эксперты в один голос говорят – вряд ли. Ядерных объектов у Ирана так много, и они так хорошо охраняются, что если мы даже разбомбим десяток заводов по обогащению урана, там их останется все равно достаточно для производства атомной бомбы. Так может быть нам нужно применить свою атомную бомбу, чтобы уж наверняка, а иначе нафига, как говорится, по пу-гармонь? Зачем нам ядерное оружие, если мы не можем применить его? Каковы преимущества ядерного оружия, которое якобы имеется у Израиля? Зачем оно нам? Согласно зарубежным источникам, логика вооружения Израиля ядерной бомбой такова. Это оружие удерживает врагов от попыток уничтожить нас. Но в наши дни граждане Израиля понимают, что ядерного оружия, приписываемого Израилю, достаточно, чтобы помешать Ирану сбросить на нас свою атомную бомбу. Как выясняется, наша бомба не пугает даже Хизбаллу. Обычный военный потенциал Израиля, конвенциональный, и так способен сдержать врагов Израиля. Израильское предполагаемое атомное оружие не сдерживало даже Сирию и Египет в войне судного дня. Фактически оно никого никогда не сдерживало. Мы наивно думали, что у нас есть ядерное оружие как раз для того, чтобы нам не пришлось атаковать Иран. Что Иран удержится от применения ядерного оружия против нас именно потому, что у нас есть бомба. Но оказывается, наши лидеры не верят, что израильское ядерное оружие удержит Иран от атаки на Израиль. Легенда о том, что Израиль является безопасным убежищем для евреев всего мира, сильно пострадала в последнее время. Похоже, ни военными, ни иными методами убрать иранскую угрозу нельзя. Осталось только надуваться и кричать о своей непоколебимой решительности. Но правда в том, что мы, граждане Израиля, не заинтересованы в нападении на Иран. В конце концов, именно мы заплатим за это высочайшую цену. Тысячи людей погибнут, когда из Избалая, Тегеран и Хамас запустят тяжелые и точные ракеты по Израилю. И вот только тогда наш ядерный удар по врагам и по Тегерану, и по Хизбалле будет легитимен. Но лично мне такое развитие событий не нравится. Почему? Да потому что я тут живу, тут живут мои дети и внуки. На прошлой неделе служба общей безопасности Израиля «Шабак» решила снять государственную охрану с бывшего премьера Израиля Бенемина Нитаниягу. Теперь он будет сам оплачивать содержание машин, водителей и охранников для своей семьи. Если захочет, конечно. Можно, конечно, поздорастовать по этому поводу. Мол, вот вам, попробуйте, поживите, как простые смертные. Можно также посмеяться по поводу того, по каким углам теперь будет прятаться младший сын отставного премьера Яир Нитаниягу, который безудержно хамил всем направо и налево, понимая, что никто не может дать ему пофизиономию. Можно, конечно, посмиряться, но мне почему-то не хочется. Во-первых, даже идиоту понятно, что Биби и члены его семьи все равно будут находиться под самым пристальным вниманием полиции и контрразведки. И учитывая характер жены экс-премьера и его сыночка, нарядом полиции и спецназу придется выезжать к дому Нитаниягу раз по 20 в день, чтобы защитить его и его семью от угроз настоящих и мнимых. Во-вторых, ни одной копейки наше государство от такой замены не выиграет. Нам тут рассказали, что лично охрана бывшего лидера страны и его семьи стоила Израилю 300 тысяч шекелей в год. Чифра большая, но только на первый взгляд. Два телохранителя зарплатой по 10 тысяч в месяц и одна машина. Вот и все, что можно позволить себе за такие деньги. Я уж не говорю о том, что бывший премьер является носителем определенных стратегических секретов, хотя и тут тоже есть опасность. Но самое главное – это престиж страны. Премьер-министр, хотя и бывший, все равно остается символом государства. И если завтра в газетах появится сообщение, что в каком-то супермаркете Сара Нитаниягу получила по физиономии копченой курицы за свой вздорный характер, вряд ли это пойдет на пользу престижу нашей страны. Я по утрам практически ежедневно ем яйца. В том или ином виде. Смятку вкрутую в виде яичницы. Но два своих яйца в день я съедаю точно. Ну, не своих, как вы понимаете. И вот теперь мои гастрономические привычки под угрозой. Дело в том, что почти 30% всех худятников в Израиле заражены сальмонеллой. Это вызвано ужасными условиями содержания птичьих сушек в Израиле. Эти бедные птички проводят всю свою жизнь в среднем около двух лет на площади размером 19 на 19 сантиметров. Посмотрите, 19 на 19. Они никогда не выходят из клетки, где они едят, испражняются и несут яйца. Это создаёт множество проблем и огромную санитарную опасность. Чистят курятники только дважды в год вручную. Экскременты, ну, то бишь куриные какашки, вручную грузят на тачки и выбрасывают поблизости от курятника, а не в специально отведённых местах. И это создаёт значительную опасность для здоровья всех, кто живёт в этом районе. Это вонь и распространение болезней. Вся работа на этих курятниках выполняется вручную, включая кормление, сбор яйца и уборку. Кстати, в Евросоюзе такая форма содержания животных давно запрещена. Ну и в результате всего этого цены на яйца в Израиле на 44% выше, чем в Европе. И, как я уже сказал, третья часть курятников в Израиле инфицированы сальмонеллой. Наше государство пытается с этим что-то сделать и даже выделяет на модернизацию курятников немалые деньги. Но никто из владельцев птицефабрик даже не почесал себе яйца. А зачем, если у них и так всё хорошо? Что же делать? Продолжать эти яйца есть? Пора задуматься. На прошлой неделе мэр Иерусалима потребовал от полиции Израиля, чтобы полицейские больше не применяли при разгоне незаконных демонстраций ортодоксов специальную вонючую жидкость под названием шкунс. Шкунс – это такая химическая жидкость, которой демонстрантов обливают из водомётов. Она жутко воняет, но шкунс разрешено официально применять для наведения порядка. И эта жидкость, кстати, более безопасна, чем шоковые гранаты или слезоточивый газ. Но вонь от этого шкунса настолько невыносим, что у некоторых людей это вызывает тошноту, рвоту и даже непроизвольную дефекацию. Кроме того, одежду, на которую попал шкунс, приходится выбрасывать, так как этот запах невозможно отстирать, сколько бы ты её не стирал. Однако для полноты картины необходимо отметить, что силы правопорядка применяют эту жидкость только тогда, когда незаконные демонстрации ортодоксов перерастают в массовые беспорядки, когда они начинают перекрывать улицы и нападать на полицейских и солдат. И ещё, учитывая привычку иерусалимских ортодоксов из района Меа-Сеарим кидаться в солдаты полицейских специальными мешочками, наполненными калом и мочой, такой вонючий ответ израильской полиции выглядит абсолютно легитимным. Таким образом, на улице священного города, столице Израиля, Иерусалим, устанавливается некий парикет вони. И кто воняет сильнее, ещё нужно разбираться. И вновь у меня кончается время ещё до того, как я успел рассказать вам хотя бы десятую долю от того, что я хотел бы вам рассказать. Но интересную историю под занавес я всё-таки для вас приготовил. Эта ужасная и драматическая история случилась в одной из центральных больниц Израиля. И, вероятно, она закончится судебным иском на большую-большую сумму. А история эта такова. Пожилой израилькеанин 82-х лет, который только что перенёс инсульт, был доставлен в больницу в центре Израиля. Мужчину положили в терапевтическое отделение. Его состояние начало постепенно улучшаться. Он начал понемногу говорить, выполнять простые действия, двигать руками и ногами. Но через месяц после госпитализации случилось следующее. Сын героя этой печальной истории, который постоянно находился рядом с отцом, ненадолго вышел из палаты, чтобы побеседовать с лечащим врачом. Он вернулся в палату через полчаса и к своему ужасу увидел, что сверху на его отце лежит другой больной, человек очень крупной комплекции. Зачем этот пациент, на котором из одежды были одни только подгузники, забрался на старика, непонятно. Приближавшие санитары сначала пытались уговорить полуголового пациента следить со старика, а потом стащили его силой. Но после этого состояние больного, пролежавшего неизвестное время придавленным тяжестью, резко ухудшилось. Его перевели в реабилитационную клинику, где он скончался. Сейчас, как я уже говорил, семья старика требует от страховой компании, обслуживающей больницу, компенсацию в размере полутора миллиона шекелей. Вот такая жуткая и непонятная история случилась в больнице. А впрочем, в нашей стране таких историй происходит немало. Как всегда, я предлагаю вам самим сделать выводы из всего, о чём я вам тут сегодня нарассказал. А я, как говорила ваше Ферезада, заканчиваю разрешённые мне речи и надеюсь увидеться с вами на следующей неделе. Всего вам доброго. Боже. Храни, Израиль. Алё, 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 извините. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Эйтон ТВ и Эйтон ТВ Интер, а также на мой собственный канал «Злой Тергиз Александр Ронкин». И не забывайте ставить лайки, чтобы мои программы увидело как можно больше зрителей. А вот теперь пока. Субтитры подогнал «Симон»